1 июня в Московской области вступил в силу новый административный регламент исполнения государственного строительного надзора. Связанные с обсуждением этой темы вопросы и стали на форуме основными. Главная задача надзорных органов – обеспечить при соблюдении сроков строительства надежность и безопасность возводимых зданий. Сегодня в Одинцовском районе ведомство контролирует более 200 объектов, половина из которых находится в стадии строительства. Из них живых домов 51, общей площадью свыше 1 миллиона квадратных метров. При этом у нас строятся детские сады. Один сад на 170 мест Заречья строится, на 110 мест Одинцова улица Акуловская и один многофункциональный детский образовательный комплекс – это на 390 мест вблизи деревни Раздоры. С начала года областной госстроенадзор провел 7,5 тысяч проверок и выдал почти 10 тысяч предписаний. Сумма наложенных штрафов превысила 140 миллионов рублей. При этом в ведомстве отмечают, что штрафы – не самоцель. Главные усилия сосредоточены на профилактике нарушений в ходе строительства. На форуме застройщиков предупредили о грядущем месячнике осень на стройке, задача которого – навести порядок в зоне проводимых работ. Мы смотрим содержание строительной площадки, обращаем внимание на пункты мойки колес, чтобы они были только заводского изготовления, либо замкнутым циклом водоотведения, водооборота. В ноябре месяце в Главном управлении также будет проводиться мероприятие месячных по бытовым городкам, поскольку начинается холодно. Мы с вами все понимаем, что на территории строительной площадки бытовой городок должен быть, согласно стройгенплану предусмотрен, поскольку мы должны обеспечить условия труда, отдыха, мест переодевания, складирования, но проживание на территории строительной площадки категорически запрещено. Организаторы форума ответили на вопросы застройщиков, касавшиеся как конкретных моментов организации строительства, так и электронного документа оборота и проведения проверок. Большое офисное помещение. Сегодня потребностей в нем нет. Нашли покупатели на половину офисного помещения и обратились с просьбой в район разрешить эту перепланировку. МФЦ у нас документы не приняло, объясняет, что нет такой услуги перепланировки нежилого помещения в многоквартирном жилом доме. У нас, к сожалению, на сегодняшний день нет регламента перевода таких помещений. Если раньше было постановление правительства, и говорилось о том, каким образом идет перепланировка, то сегодня она ушла у нас из этого закона. Такие, казалось бы, безвыходные вопросы в ходе форума брались на заметку для дальнейшей проработки. Мы считаем, что эта площадка очень хорошая и очень правильная с точки зрения возможности диалога с застройщиком. Мы обсуждаем те или иные насущные вопросы, которые так или иначе возникают в ходе нашей совместной деятельности, в ходе надзорных мероприятий. Мы берем на карандаш в обязательном случае те вопросы, которые существуют у застройщиков, потом оперативно на них реагируем. Мы слышим застройщика, мы видим его воочию, соответственно, он видит нас. Это позитивно сказывается на всей нашей общей деятельности надзора. Местное подразделение областного главгосстройнадзора, отдел надзора за строительством номер один, расположен в доме 6 коммунального проезда. Прием ведется каждый вторник с 9 до 18 часов. Петр Горохов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.